Всем привет! Сегодня речь пойдет о так называемом тактическом оружии. Тактическое, практическое оружие. Что под ним подразумевается? В первую очередь, это такой вид оружия, который применяется вами в ваших ежедневных практиках. При отработке различных ударов и рубов, при отработке техник фехтования. То есть, это оружие, которое должно служить вам долго. И это оружие, которое позволяет вам нарабатывать ваши техники и повышать ваше мастерство. Лично я для себя уже давно сделал вывод, что среди всех материалов, которые на сегодняшний день есть, так сказать, бывают в наличии, Это оружейные полимеры. Оружейные полимеры, которые позволяют, если речь идет о бакене, то этот бакен будет служить вам долгие годы. Этот бакен при ежедневных практиках фехтования не оставляется на нем ни малейших зазубрин и загусениц. И он с легкостью может перебить любой деревянный, каменный или даже металлический предмет. Для подтверждения, вот возьму более широкий, более мощный, тяжелый, килограмм десять, как минимум. Полотность камня очень короткий. Что и следовало ожидать. На бакене нет ни единой царапины, загусеницы. Он цел и не вредит. Я сейчас хочу продемонстрировать разницу. Здесь, на данном материале, нет ни единой загусеницы, ни единой зажимы. Этот материал с легкостью справляется с любой древесиной. Но я пойду немножко дальше. Я возьму инструментальную сталь. Шесть миллиметров инструментальной стали. Сами понимаем, да? Ключи делаются из стали достаточно хорошего качества. Тем более, это не китайский, а европейский. И мне интересно, останется ли на данный момент после дерева нет ни единой метки о том, что бакен как-то жестко взаимодействовал с древесиной. То есть, он ее с легкостью разломал. Но интересно, что будет, если бакен выполнит удар по инструментальной сталь. Что исследовал доказательства? Что произошло с ключом? Инструментальная сталь не выдержала и, соответственно, согнулась. С бакеном даже нет ни малейшего намека на то, что он взаимодействовал с металом. Вот до чего дошел прогресс. Обладает одновременной вязкостью и нереальной плотностью. Поэтому все мое тренировочное оружие, в первую очередь, сделанное из этого материала. Это палка для отработки ударной техники и техники фехтования на палках. Также это может быть трость, предмет, так сказать, бытовой и повседневный, с которой вы можете легко выходить на улицу и свободно разгуливать в любых местах. И, тем не менее, это является нереально эффективным, практичным и прикладным видом холодного оружия. Допустим, такая трость с легкостью справится с любым деревянным предметом, разобьет камень толщиной в 5 сантиметров или с легкостью перебьет любую кость или правоми череп. Если сравнивать ее и материалы, с которыми она сделана, с обычным деревом, то этот трост с легкостью превращает дерево в этот. Вообще нет ни одного ступа, ты представляешь? Вообще нет ни одного ступа, ты представляешь? Просто. Сегодня я буду делать из этого материала, я буду делать нанчаку. У меня на канале уже есть видео, где я делаю традиционные нанчаку из дерева, из плотных пород древесины. Наиболее оптимальный вариант для ежедневных тренировок – это, естественно, оружейные полимеры. Продолжение следует... Приложив немножко усилий, я превратил вот такую заготовку в вот такой восьмигранник, из которого я буду дальше делать свои нанчаку. Почему? Очень много остаточного расходного материала. Конечно, было бы удобней взять заготовку в диаметре 4 сантиметра, но, увы, к сожалению, я такой не нашел. Поэтому у меня диаметр моей заготовки 5,3-5,4 и за счет этого приходится очень много снимать для того, чтобы обработать и сделать идеально ровный восьмигранник с небольшим конусом к ударной части. Посмотрим на конечный результат. Итак, мои две заготовки готовы. Материал в обработке реально сложный, вязкий. Продолжение следует... По сути все закончено. Я сделал из двух цилиндрических заготовок два восьмигранника и превратил их в хорошие, традиционные, практически неубиваемые манчаку. Теперь мне остается их только соединить. Выглядят просто великолепно. Итак, мои манчакы готовы. Соотношение массы и плотности, вязкости и балансировки идеально, как по мне, в работе. Такое ощущение, как будто они ввязаны в руки. То есть очень хорошее сцепление с рукой у этого материала. Плюс, естественно, когда мы бьем мощные удары в манчаку, у нас веревка гасит генетическую энергию, которая обычно при ударе палкой или манчак идет обратно в кисть, в руку. Здесь это поддерживающаяся. Но, если я сравниваю по соотношению, одинаковая длина, практически та же самая масса, вот здесь, в момент удары, деревянная генетическа, немножечко за счет своей гладкости, не знаю, за счет текстуры дерева, она, как бы, скользит в руке. У полимерного материала этого ощущения нет. Такое впечатление, как будто она вязнет в мешке. Но при этом, я не знаю, ощущение, проникновение внутрь предмета или объекта происходит гораздо лучше. В общем, оружейный полимер идеальный материал для тактического и практического оружия. На самой манчак не остается даже ни единого следа. Не имеет значения, с какой силой вы будете наносить удары по дереву, либо по телу. Манчаку с легкостью справляется с поставленной задачей, то есть, оно ломает дерево, точно так же ломает кости, и при этом на самих палках не остается ни единого следа, ни загустейницы, ничего. То есть, это такой материал, который за счет своей одновременно плотности и вязкости легко справляется с любыми поставленными задачами. Поэтому я у себя в зале все свое оружие для практического применения, естественно, решил сделать из оружейного полимера, так как это один раз и навсегда. Во-первых, удобный для отработки техник фильтования. Потому что, когда вы выполняете укол, в отличие от ботина, для которого по-любому нужна необходимая защита, либо дозированный контакт, здесь мы можем выполнять укол, и сам предмет будет прогибаться, но при этом он легко возвращает свою форму. Это раз. Во-вторых, его масса соответствует 420 грамм. То есть, как по мне, тренер-бочное оружие должно быть достаточно тяжелым, боевое оружие должно быть максимально легким. Но, если рассматривать данный вариант, я бы сказал так, что этими двумя валками можно спокойно раздать демонстрации. Почему? Потому что я не встречал настолько хлесткого, мощного предмета, который мог бы выполнять удар на носящий, и при этом... и при этом он спокойно проходит через преграду, через препятствия. И, конечно, легко отрабатывать техники сразу против нескольких вымышленных противников, то есть работать в треугольнике, в квадрате и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следующем своем видео я продолжу рубрику о работе с нойчапом. Я покажу, куда необходимо двигаться дальше, для того, чтобы 5 базовых техник в работе с нойчапом вы смогли постоянно совершенствовать и донести их от 5 базовых техник по воздуху или мешку до 5 базовых техник по клапану, либо непосредственно в самом поединке, либо это техники отработки нойчапа против нойчапа, нойчапа против нойчапа, или нойчапа против палки. Я надеюсь, рубрика прикладного, практического, традиционного, холодного оружия была полезной и интересной для вас. до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова